Здравствуйте, девушки, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина Кравченко, я заняла первое место, у нас в дистанции 100 спина. Я Кизи Анастасия, я заняла второе место, даже на 100 спине. Девчонки, кратко расскажите, пожалуйста, как вам этот первый из России, все ли установки вы выполнили, недовольны, какая цель стояла на этот старт? Ну, на самом деле, я очень довольна результатом, и не ожидала, не ожидала, планировала, что чуть похуже покажу, и очень рада. Это ваша первая победа здесь, или уже вторая? Вторая. Первая победа была на 50 метрах на спине. А вы какой наш регион представляете? Волгоградская область. Волгоградская область, да? И все время вы выступали в Волгоградской области, да? Нет, сначала я выступала за Ростов, потом переехала в Волгоград, года три назад. И вот сейчас выступаю за Волгоград. А кто вас тренирует? Меня сначала тренировал Шевченко Олег Васильевич в Волгограде, а сейчас Дмитрий Комаров. Ясно. Ну, вы довольны своими результатами здесь? Вот две победы, получается, у вас, да? Да, очень довольна, очень довольна. Вы выступали на чемпионате России? Да, выступала. На самом деле, показала не очень хороший результат, там, недовольна, вообще недовольна. Но зато получила опыт и сделала много выводов, которые в дальнейшем мне очень помогут. А что для вас в чемпионате России было? Это просто как такой старт? Вы готовились именно к этому старту в основном? Нет, к чемпионату России больше готовились. То есть, хотели там выступить, выступить, но не получилось? Не получилось, но ничего страшного. Ну, а сейчас как бы, сейчас реабилитацию как бы получили, то, что выгодят вот эти две золотые медали? Да, да. Сейчас такой стимул появился тренироваться дальше. И думаю, что дальше будет больше. Вы пока у нас не довольны, да, на первенстве Европы? Нет, нет. Думаете о стартах будущего года или как у вас? Какие планы у вас в этом году? В следующем сезоне буду готовиться, по короткой воде будут соревнования, и там планирую показать хороший результат. А вы какие дистанции любите больше? Я люблю 50 метров больше. 50 метров? Когда вот быстро все нужно. Спринт прям, вот самый настоящий. А сегодня была не 50 метров? Сегодня 100 метров. Ну, 100 метровка сегодня для вас неожиданно, то, что вы показали. Да. Вот задум, довольны вы сегодня? Лучший результат пока или нет? Да, это лучший. Личный, личный рекорд, да? Да. Намного повысили, да? Да. Ну, получается, вот, ну, на полсекунды. Ну, это прилично. Это да. Ясно. Сейчас хоть немножко будете отдыхать? Конечно. Хочу в Волгодонск поехать к себе в родной город. Там отдохну хорошенько и начну работать дальше. Ясно. Вопрос тогда уже к вам. Это Анастасия Кизей. Да. Вы нас кого представляете? Креснотарский край. Все время в Креснотарском крае? Да, всегда тренировалась в Креснотарском крае. Да, и кто у вас тренеры? Буркова Мария Сергеевна. И как она довольна вашим выступлением здесь? Она не очень. На чемпионате России ей больше понравилось. А на чемпионате России как вы выступили? Лучше, чем здесь. Мы больше к нему готовились. Ну, то есть у вас медали были? Нет, для себя лично лучше выступили. Результаты просто были получше, да? А здесь похуже. Но здесь медали есть у вас? Да. Сколько медалей у вас уже? Две. Была вторая за Мариной на 50 метров. То есть два раза вы поиграли, но сегодня вы немножко поиграли, да? Чуть-чуть. Расстроились то, что не выиграли? Ну, опыт, все приходит, дальше будет лучше. У вас с Казанском крае, да, выступаете, у вас там не так много сейчас спортсменок такого хорошего уровня, да? Ну да. Вот чем это объяснимо? Почему? Вот когда вот есть у вас перспектива, что появятся и другие спортсмены, пловцы, которые будут брать медали? Я даже не знаю, это больше вопрос к тренерам. Ну как, вот у вас есть там конкуренция в команде? Ну, в команде, конечно. Девочки есть, более молодые, может, более юные? Есть спортсмены? Ну, они совсем юные. Ну, есть, да? Да. Вот вам приходится показывать пример, все-таки вы, как не как лидер, получается, как на такой команде сейчас. Ну, я думаю, они смотрят на нас, я не знаю. Сорокин и Анастасией вдвоем, как бы, да, лидируете, показываете? Ну да, с девочкой пока, да. Ну, есть, потому что, все-таки вы должны показывать пример, правильно? Поэтому стараетесь. Да. Какие у вас планы на дальнейшую Кубок России будете выступать или нет? Думаю, нет. Ну, сейчас пока мы отдохнем, немного подготовимся к Спартаке Аде. Ну, там дальше. Дальше будет видно. Короткая вода будете выступать в Короткой воде? Да, конечно. Ну, и тогда такой вопрос, какие у вас планы уже на будущий Кост? Будете стремиться попасть в сборную России, я так понимаю, и в Короткой воде тоже вот такой же, да? Ну да, да. Все все равно. Вместе бороться. Все-таки у вас два региона, Казахстан-Корай, Волгоградская область, по-моему, такие традиционные спортивные регионы, Волгоградская область, это вообще плавательный регион, да? Да. А Казахстан-Корай спортивные регионы, я думаю, что и плавание тоже будет у вас развиваться, и я думаю, что вы как бы должны помочь развить плавание в Казахстан-Корай. Удачи вам. Очень можно поблагодарить хочу Виктора Борисовича Ардиенко, за то, что вот он нас спонсирует, помогает, настраивает нас, и он очень помогает нам. У вас условия очень хорошие, да, в Волгограде? Да, благодаря им. Ясно. А вы были в Волгограде, нет? Да, там очень сборы, как бы благоприятная обстановка для сборов. У вас все в порядках надо, какая-то сбора, ведь у вас тоже помогает, да, поддерживает вас местный ТСП, помогает, да, развивать, то есть все равно помощь идет, там главная помощь есть, как бы, это главное. Да. Так что, а вам остается показывать уже результаты. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.